Возможно, на этот момент в окружном суде штата Южная Дакота уже состоялся суд над 63-летним Джоном Мюрреем Роу-младшим из городка Лида. Если суд признает его виновным, его может ожидать наказание в виде пожизненного лишения свободы. А все начиналось, как в детективе про шпионов. Фигурант в течение 40 лет работал в сфере производства оборонной продукции для аэрокосмической отрасли США. Насколько можно понять из заявления, опубликованного Минюстом на предприятиях, которые испытывали новейшие военные разработки, Роу имел допуски к материалам, относящимся к национальной безопасности, в том числе передовым аэрокосмическим технологиям ВВС США. Служба внутренней безопасности зафиксировала ряд нарушений, допущенных Роу, в соблюдении режима секретности. Он активно искал доступ к материалам и изделиям, которые не входили в круг его компетенции. По этой причине за ним было установлено усиленное наблюдение, и оказалось, что у него очень нездоровый интерес к вещам, которые не должны его касаться вообще. Фигурант был замечен в том, что искал контакты с представителями РФ. Роу был уволен с работы и допуски были аннулированы. После чего активность в поисках контактов с иностранными спецслужбами только усилилась. Вся информация была направлена в ФБР, и там разработали оперативную комбинацию, суть которой в том, что агент под прикрытием вышел на фигуранта и предложил работать на иностранную разведку. Операция длилась более восьми месяцев. За это время агент сблизился с Роу, сообщил о том, что работает в госструктурах РФ, и если его это не пугает, то можно наладить взаимовыгодное сотрудничество. Роу согласился. Он подтвердил, что может добыть конкретную информацию под заказ. Как крупный специалист в определенных областях, он легко может найти работу в компании наподобие той, откуда его уволили, а сам посчитал, что из-за возраста. Контакт проходил под полным контролем ФБР, в частности иностранный агент и фигурант обменялись более чем тремя сотнями писем, где подробно обсудили то, что он может выдать прямо сейчас или после некоторых усилий. В результате он действительно предоставил подставному агенту Москвы особо секретную информацию, касающуюся систем радиоэлектронной борьбы новых самолетов ВВС США. В результате Джон Мюррей Роу-младший был арестован ночью 15 декабря и сегодня должен состояться суд. С одной стороны, неплохо то, что американцы обложили преступника до того, как он успел что-то сделать. А с другой, глядя на то, как у нас резвится кремлевская агентура и при этом зеленое является предохранителем от неприятностей, просто наблюдаем за оцепенением спецслужб Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok